Дедушка, в прошлой передаче ты говорил, что мой прадедушка, значит твой отец, служил в воинской части. Расскажи о нем. Ну, все мое детство прошло в этой воинской части. Дело в том, что я постоянно тренирую свою память. Я об этом где-то прочитал, и это что-то сродни той же самой йоге. Есть такая духовная практика йога у индусов. Здесь что надо? Здесь надо вспоминать до мельчайших подробностей фрагменты из своей жизни, и особенно воспоминания из своего детства. Я бы хотел сейчас рассказать очень интересную вещь. Жили мы в деревянном доме на небольшом участке, как сейчас говорят, 6 соток. У нас была собака, звали ее Альмик. И когда это был еще щенок, я с ним постоянно играл, катался по полу, кувыркался. А дом у нас был плохо утепленным, и зимой мы замерзали, так как днем топили печку редко, родители были на работе. Тепло было только вечером и ночью, после того, когда мы топили печь. А утром, бывало, проснешься, пить хочется, пойдешь на кухню к ведру с водой, а там вода просто, знаете как, покрылась тонким слоем льда. Территория воинской части была совсем небольшой. Сейчас это город Одинцово, 23-й километр Можайского шоссе. А тогда это место относилось к поселку Баковка. И территория воинской части называлась Студгородок. А наш садовый участок вместе с соседями нашими находился практически на этой территории воинской части. Ну, и вот однажды мой старший брат очень сильно простудился и заболел воспалением легких. И родители купили козу, чтобы было, ну, у нас козье молоко, чтобы было всегда. Так врачи посоветовали. Я хорошо помню, как моя мама уводила эту козу за забор нашего участка на веревке, привязывала к забору и оставляла ее там. Прямо за забором было поле, где росла трава. И за ним было Можайское шоссе. Ну, метров в двухстах, как я сейчас вот вспоминаю. Сейчас там автобусная остановка, которая называется Баковский завод. А надо сказать, что коза и щенок вот этот Альмик, они дружили, так как одновременно у нас появились щенок и козочка. И вот однажды произошла беда. Наша коза пропала. И мама очень сильно забеспокоилась. Она уже потом об этом случае рассказывала мне не один раз. И вот мама взяла нашего Альмика на поводок и пошла искать. А тот рвется и дорогу указывает. И прошли они немалый путь в сторону Одинцова. По другую сторону Можайского шоссе, в одном из частных домов. Альмик залаял. Вышли хозяева, и мама спросила. Я тут свою козу ищу. Куда-то она пропала. Нет ли ее у вас? Они отвечают, да нет, что вы, что вы. И тут Альмик опять громко залаял. И в ответ раздался голос нашей козы. Мама сразу ее узнала. А наш пес громко зарычал на хозяев. Пришлось им извиняться и вернуть козу. Вот так и нашлась наша пропажа. В этом спектакле, я бы сказал. Ну, я не участвовал. Но мама часто это вспоминала. А я, естественно, помню прекрасно и козу эту. И еще у нас были куры с петухом. Петух был такой красивый. Черные перья. Красный у него гребешок. И он очень был агрессивный, я бы сказал. Он меня гонял по всему участку в начале. И я его побаивался. А потом мама говорит, ты, сынок, не бойся. Вот тебе прутик. Если чего, то отбивайся. Ну, и я начал как саблей работать этим прутиком. И петух перестал, прекратил. Поддался моей дрессировке. А я себя чувствовал победителем. А еще я вспоминаю большую-большую машину. Деревянную. Покрашенную красивой зеленой краской. Такой. Знаете, вот какая бывает у жуков. Крылья такие темно-зеленые. На солнечном свете просто блестят и переливаются. А машина эта была сделана из деревянного полена. Я же прекрасно помню, как отец это все делал. Это была моя самая-самая любимая игрушка. Дедушка, а сколько лет тебе было? Ну, позже, вспоминая, я установил сам для себя точно, что я ведь тогда в детский сад еще не ходил. А пошел в детский сад я, когда мне было еще не полных три года. Это осень 51-го. А значит, то, о чем я рассказал сейчас, это лето 50-го года. Мне было почти два года тогда. Ну, вот так. Хорошо. Давайте пока на этом закончим. Вы можете подписаться на наши инстаграмы. Ссылки все будут в описании. Если хотите поддержать нашу программу, то тоже все ссылочки будут в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это было все. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok